Всем привет! С вами Виталий Менчуковский и снова Photoshop. На сей раз мы научимся супер быстро ретушировать портреты, а если быть точным, то кожу на портретах. Есть куча разных техник, куча разных методов, и все они требуют определенной сноровочки и времени. Но есть супер крутой метод, который позволит нам меньше, чем за минуту, ну, может быть, минуту с небольшим, сделать быструю и качественную ретушь вашей портретной кожи. Когда это вот можно использовать? В принципе, в любой непонятной ситуации с портретами можете использовать эту технику. Но она здоровски подойдет, когда у вас нет особо времени, портрет не требует особо большой обработки, то есть есть легкие дефекты, и нужно очень быстро все это сделать. Давайте уже перейдем к непосредственно процессу. Итак, у меня есть две фотографии, собственно говоря, ну, они соу-соу, ничего такого сверхъестественного у них нет, я не выбрал какие-то супер там вот, там, нереальные фотографии, там, со шрамом и всем остальным. Нет, мы возьмем вот две более-менее стандартных фотографии. Ссылки на эти фотки будут в описании, и сейчас мы быстро сделаем ретушь кожи. Итак, поехали. Все, что нужно сделать, это сделать дубликат слоя. Как обычно, дублируем слой, а теперь начинается магия. Инвертируем слой нажатием клавиш Ctrl-I. Получается, ну, вот такой вот негативчик. Так и оставляем, мы даем заказчику, говорим, ну, вот это круто. Шучу. Дальше, меняем режим наложения на яркий свет. Стало еще хуже, да? Теперь вместо фотографии мы видим нечто странное. Это промежуточный эффект, который у нас должен быть. Если у вас все вот так, значит, вы все делаете правильно. Далее мы идем во вкладочку «Фильтр», «Другое». И у нас здесь есть краевой контраст. В разных переводах он по-разному называется. Краевой, цветовой контраст. Думаю, найдете. Нажимаем на него. Появляется вот такая вот штуковина. Здесь регулируем радиус. Суть какова? Вы видите, как меняется, собственно говоря, кожа. Нам нужно достичь, ну, вот примерно вот такой эффект, как сейчас на видео. Подрегулируйте, посмотрите, чтобы вот те дефекты, которые надо убрать, они сгладились. Ну, в данном случае мне будет достаточно, я думаю, вот 9-10 пикселей, более чем. Нажимаем «Ок». Увеличим. Ну, да, вот фотография стала еще хуже. Но, опять-таки, это промежуточный эффект. Следующий, последний шаг, перед тем, как мы начнем, собственно говоря, выделять наши участки. Вкладочка «Фильтр». «Размытие». «Размытие по галуссу». И вот теперь магия в действии. Просто крутим радиус размытия и смотрим, как меняется наша кожа. Ну, как правило, здесь радиус размытия колеблется от 2 до 5. Все зависит от фотографии. Поэтому в каждом случае все может быть по-разному. Просто двигаете ползунок и видите, чем больше радиус, тем меньше эффект. Точнее, да. Чем меньше радиус, тем больше эффекта. Подбираем нужный нам радиус. Смотрим именно на кожу. Ну, вот, допустим, вот такой вот эффект. Все. Меня, в принципе, более-менее устроит. Вот так вот. Нажимаем «Ок». Ну, как мы видим, помимо кожи были затронуты и другие участки. Поэтому зажимаем «Альт» и кликаем по значку «Создать слой маску». У нас появилась черная маска. Далее мы берем инструмент «Кисточка». Находится у нас вот здесь. Вызывается горящая клавиша B. Белый цвет. Обычная круглая кисть. Подбираем нужный нам размер и проходимся по коже. Вот так быстро. Раз. Как вы видите, кожа моментально, моментально. Смотрите, все-все-все-все нюансы исчезают. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, вы так и подстраиваете непосредственно ваши радиусы. Ну, вот я вот такой хотел эффект. Раз. Смотрите, как это быстро. Это занимает, ну, порядка минуты. В зависимости от размера изображения. Больше всего времени вы потратите на выделение непосредственно кожи по маске. Все остальное производится практически автоматически. Клик-клик-клик-клик-клик. И все. Все готово. Так. Ну, я постараюсь, но не сильно. Дабы ваше время не занимать. Ну, конечно же, затронем шею. Чтобы кожа везде была одинаковая, не только на лице. Если вы боитесь пропустить какой-либо участок, вы зажимаете Alt и кликаете по миниатюре маски. Я нас сразу вот сюда загружаю. Вот такая вот она страшная, да? И видим, что кое-где я, конечно, пропустил. И можно, соответственно, эти участки подрисовать. Опять Alt и вернули. Ну, у меня такой вариант устроит. Для того, чтобы, допустим, немножечко понизить эффект, да, если вам кажется, что кожа слишком пластмассовая, просто немножечко понижайте непрозрачность. Тем самым, вводя этот эффект, и получаем плюс-минус естественный оттенок кожи. Все зависит от изображения. Итак, давайте посмотрим, что было. Что стало. Точнее, что было. Теперь, что стало. Всего за несколько минут. Порядка двух. Смотрите, раз. Все, все дефекты исчезли. Отлично, здоровская техника. И подойдет тем, кто не сильно хочет напрягаться. Итак, давайте закрепим. Фото номер ту. И здесь у нас, собственно говоря, качество изображения получше, побольше, так как взято со стокового ресурса. Ну и, как мы видим, помимо того, что на коже есть какие-то мелкие там точечки, здесь еще есть и веснушки. Посмотрим, как эта техника будет работать вот с таким вот портретем. Что делаем? Давайте пошагово. Дублируем. Инвертируем. Переводим в режим наложения яркий свет. Дальше фильтр. Другое. Цветовой краевой контраст. Подбираем нужный нам радиус. В данном случае нужно побольше уже. Где-то вот в таком диапазоне. Окей. Снова фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Так. Ну и здесь, я думаю, пиксель этак 3,5. Окей. Зажали Alt. Кликнули по миниатюровой маске. Кисточка. И вперед за орденами. Кожу мы выделили. Теперь нам нужно понизить непрозрачность, так как все-таки веснушечки у нас должны хоть как-то, но проступать. Да, это все-таки часть имиджа человека, скажем так. Ну вот, я думаю, где-то в процентах на 70 я остановился бы в этом случае. Так. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот такой у нас был вариант на старте. Через минуту мы уже имеем совсем другой. Все. Никаких дефектов, нюансов нет. Самое главное, эта техника быстрая. Позволяет вам быстро все сделать. Но данная техника не будет панацея, так как некоторые портреты требуют детальной проработки отдельных участков. Ну, сложных. Бывают там какие-то ямки, шрамы, да все что угодно. Данная техника, она просто все сглаживает. Вот абсолютно все и работает быстро. То есть, когда нам нужно быстро, эта техника вот прям must have. Во всех остальных случаях нужно пробовать. Если она вам подходит, круто не подходит, используем другие. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Ну, а также в комментариях напишите, как вам вот такой супер быстрый способ ретуши кожи. Если вы еще не мой подписчик, подписывайтесь на мой канал. Там очень много видео и не только по фотошопу. В описании под видео ссылочки на мои социальные сети. Присоединяйтесь, буду рад с вами пообщаться. Ну, а также там я оставляю ссылки на полезные уроки по моему личному мнению. Все. Данное видео мы закончили. Встретимся в следующем. Всем пока.